Пророк Муса Река Нил Древнейшая цивилизация в истории мира Египет, существовавшая более трех тысячелетий, возник в дельте этой реки и назывался в то время Нижним Египтом. Начав свое существование в дельте Нила, Египет непрерывно расширял и увеличивал свои территории, став через какое-то время самым богатым и могущественным государством Древнего мира. Египтяне достигли невиданных в те времена высот в математике, астрономии, архитектуре и многих областях искусства. Используя знания, которые для нас, современников, и по сей день составляют неразведанную загадку, они смогли возвести величественные пирамиды и дворцы. Древняя египетская цивилизация всем своим великолепием играла, пожалуй, одну из главных ролей на сцене истории мира, но все же исчезла, не оставив и следа того народа, который жил здесь тысячелетиями. От былого могущества и великолепия остались лишь памятники, напоминающие о событиях прошлого. Древний Египет казался самым цивилизованным государственным образованием того периода, однако лишь на первый взгляд, ибо система страны была построена на чудовищной несправедливости, бесправии и угнетении. В Коране, донесшем до нас сведения о египетской цивилизации, описываются яркие примеры безбожия и жестокости царившей системы. В одном из заятов Всевышний сообщает нам, как правители древнего Египта фараоны обожествляли самих себя. И воскликнул фараон в своем народе, «О народ мой, разве не у меня власть над Египтом, и разве не мои реки, что текут подо мной? Неужели не видите вы?» Египтяне поклонялись идолам и изваяниям башков, сделанным их собственными руками, и уповали на помощь от них. Еще одной извращенной системой верований в древнем Египте было то, что фараоны признавали и объявляли себя главными богами. Примечательно, что фараоны, веровавшие в свою божественную сущность, вступали в браки только со своими родными сестрами, дабы и не смешивать свою кровь с простолюдинами. Фараоны провозглашали свои собственные прихоти и желания божественной воли, заставляя всех и вся подчиняться им, и беспощадно уничтожали любого, кто восставал против них. Так фараоны правили Египтом на протяжении веков. Причем влияние и страх перед фараонами были столь велики, что все беспрекословно подчинялись и склонялись перед ними. Фараоны были единоличными правителями и хозяевами всего государства, земель, Нила и народа, населявшего эти земли. Все производство в стране держалось под строжайшим контролем, и производимая продукция тотчас же забиралась для фараона. В использовании всего богатства страны не было и толики справедливости. Фараон использовал его только лишь для себя и приближенного к себе кругознати страны. Люди, не происходившие из народа Египта, не имели ничего, никаких свобод или прав, даже права на жизнь. Несправедливость и жестокость, происходившие из могущества и прихоти фараона, в самой тяжелой мере испытывали на себе народы, которые не были египтянами по происхождению. Безусловно, правители и рабы существовали во всех социальных системах на протяжении тысячелетий, однако издевательство, угнетение и жестокость в обращении с рабами в Древнем Египте не встречалось более нигде и никогда. На протяжении всей истории Древнего Египта каждый фараон возводил новые города и места поклонений, дабы показать свою мощь и богатство. На возведении городов работали тысячи рабов в нечеловеческих условиях. Собственно, они изначально были обречены на смерть. Рабы не имели права на отдых, ибо их никогда не считали за людей, ведь они не были египтянами. В то время как правящая династия Египта жила в невиданном великолепии и процветании, рабы не имели даже права жить. Класс рабов в Древнем Египте составляли сыны Израиля, происходившие из рода пророка Ибрахима, библейской традиции Авраама. Как гласит Коран, египтяне для укрепления систем рабства держали сынов Израиля в чудовищном страхе и угнетении, подвергали их откровенным пыткам только лишь для того, чтобы держать их в беспрекословном подчинении. Угнетение сынов Израиля достигло столь чудовищных масштабов, что люди фараона контролировали даже рождаемость в их среде. Новорожденным девочкам сохраняли жизнь, ибо в будущем их будут использовать в качестве прислуги, тогда как младенцев мальчиков немедленно и беспощадно убивали. Всевышний Аллах, обращаясь к сынам Израилевым, так сообщает в Коране об их участи в те времена. Вспомните, как мы спасли вас от людей фараона, которые ввергали вас в нестерпимые муки. Они удушали ваших сыновей, оставляя в живых ваших женщин. В этом для вас было великое испытание от вашего Господа. В этой обстановке Всевышний Аллах ниспослал народу Израилеву своего посланника, который призван был прекратить угнетение и несправедливость по отношению к этому народу, призвать людей к пути истины и освободить сынов Израиля, атаков рабства. Этим посланником был пророк Муса, Моисей. Рождение пророка Мусы, мир ему Пророк Муса, мир ему, родился на свет в Древнем Египте в семье рабов из сынов Израилевых. Его мать очень страшилась того, что египетские надсмотрщики узнают о том, что она родила сына, и молила Господа о спасении ее дитя. Ее страх, однако, был недолгим, ибо Аллах даровал ей откровения. Аллах внушил матери пророка Мусы, что ей следует делать. Прежде чем египетские надсмотрщики смогли обнаружить ее младенца, мать пророка положила его в плетеную колыбель и опустила в воды Нила. И тогда семья фараона подобрала его, увидев его без надзора, дабы стал он врагом и напастью для них. И сказала жена фараона, он услада отчей мне и тебе, не убивайте его, быть может, будет нам от этого польза, или сделаем мы его сыном? Но не ведали они. Так фараон и его семья, следуя Кадару, установленному Всевышним Создателем, спасла младенца пророка Мусу от вода реки, они взяли его во дворец и сделали его сыном. Пророк Муса воспитывался во дворце фараона, как египтянин высших кровей. Бегство пророка Мусы из Египта Прошло время. Пророк Муса вырос и возмужал во дворце своих приемных родителей. Аллах даровал ему знания и мудрость от себя. Пророк Муса должен был начать свою великую миссию и новый этап в истории Египта. Но началом этой миссии стал один инцидент во дворце фараона. Однажды, увидев перед собой двух дерущихся во дворце, пророк Муса, не успев разобраться, кто был прав, а кто виноват, стал защищать человека, находившегося ближе к нему. Ударив другого человека, он сам, того не желая, убил его. Увидев же, какой грех он совершил, он тотчас же покаялся перед Господом и стал молить Всевышнего о прощении его тяжелого греха и дал обет Всевышнему никогда более не быть среди тех, кто вершит грех. Однако, как оказалось, пророк Муса защитил одного из сынов Израилевых и убил египтянина, что, вне сомнения, не осталось бы безнаказанным, и египтяне непременно отомстили бы ему за убийство. Как гласит Коран, ту ночь пророк Муса провел, укрывшись в надежном месте. Фараон и приближенные к нему знают, собрались вместе, чтобы принять решение о наказании пророка Мусы. Более того, многие из них стали высказываться о том, что юношу следует убить. Один из дворцовых слуг, услышав эти разговоры, пришел к пророку Мусе и предупредил его о готовящемся наказании. Тогда пророк Муса немедля покинул город и пошел подальше от земель Египта. Пророк Муса направился на восток Египта, в Мадиян, расположенный за Синайской пустыней. Входя в город Мадиян, он обратился к своему Господу. «Уповаю, что Господь направит меня на праведный путь». Войдя в город Мадиян, пророк Муса повстречал у колодца двух женщин. Они стояли в стороне, стесняясь подойти к колодцу, возле которого были пастухи, а потому не могли напоить свое стадо. Увидев это, пророк Муса подошел и помог женщинам принести воды для их скота. Женщины рассказали об этом своему отцу, и тот в благодарность за помощь пригласил пророка Мусу разделить с ним трапезу. Старик предложил пророку Мусе остаться в его доме и помогать ему. В награду за это он выразил желание отдать юноше одну из своих дочерей в жены. Пророк Муса принял это предложение. Первое откровение Пророк Муса, мир ему, сдержал обещания, данные отцу девушки, и долгие годы оставался в Мадияне. Однако, когда время договора подошло к концу, он теперь уже вместе с семьей покинул дом их отца и отправился в путь. Однажды, проходя в пути с семьей вблизи горы Тур, он увидел огонь, полыхавший у подножия горы. Подойдя к огню, пророк Муса вдруг услышал голос, который воззвал к нему. То было первое откровение Всевышнего Аллаха своему избраннику. Аллах возвал. «О, Муса! Истинно я твой Господь! Сними же свою обувь, ибо ты в священной долине Тува. Я избрал тебя. Теперь слушай же то, что возвещается тебе. Истинно я Аллах! Нет божества, кроме меня. Так служи мне и совершай молитву праведно, чтобы поминать лишь меня». Это было первое откровение Всевышнего Господа пророку Мусе. Теперь Аллах избрал его, и он стал посланником Всевышнего Господа. Аллах повелел пророку Мусе бросить на землю посох, который тотчас же превратился в змею. Испугавшись, пророк Муса бросился вспять, но Аллах внушил ему не поддаваться страху и успокоиться, уповая на Господа. Аллах даровал пророку и еще одно чудесное знамение. Он повелел пророку вложить руку за пазуху, когда же Муса выянул руку обратно, она оказалась совершенно белой. Аллах повелел также Мусе идти к фараону и явить ему эти чудесные знамения и передать ему слово от Господа. По просьбе Мусы Аллах возложил посланническую миссию и на брата пророка Мусы, Харуна, в библейской традиции Аарона, и сделал его помощником для пророка Мусы. «Идите теперь к нему и скажите, мы – посланники Господа твоего. Отправь с нами, сынов Исраиля, и не мучь их более. Мы пришли к тебе со знаменем от твоего Господа. Пусть будет мир над тем, что последовал за наставлением». Пророк Муса, мир ему, предстал со словами, внушенными ему Господом пред фараоном. Однако фараон отказался даже слушать что-либо из речей Мусы и объявил его лжецом. Фараон и его ближайшее окружение обвинили Мусу в желании разрушить многовековую веру Египта и прибрать власть в стране в свои руки. Поскольку фараон и его окружение имели колоссальную прибыль от существовавшей системы религиозных воззрений, и ее разрушение влекло для них очень тяжелые последствия. Однако целью пророка Мусы, мир ему, было вовсе не овладение Египтом, но желание освободить сынов Израиля. Многие века живших в беспрерывном угнетении и муках, и получить разрешение вывести этот народ из Египта. Фараон стал напоминать Мусе о том, как они взрастили его во дворце, как тот убил человека, живя во дворце. Но пророк Муса ответил фараону так, как подобает отвечать истинному мумину, предавшему себя служение воли и милости Всевышнего. Фараон, чувствуя свое бессилие перед доказательствами и словами Мусы, стал обвинять пророка в сумасшествии. Более того, стал угрожать ему, говоря, что если Муса не признает фараона Богом, то его ввергнут навеки в заточение. В ответ на эти слова Муса явил фараону знамение, дарованное ему Господом. В ответ на это бросил Муса свой посох, и тот обернулся явной змеей. Фараон и его окружение заявили, что все это есть колдовство, и нет в этом никакого знамения. Фараон не желал видеть явного, ибо они были слепо преданы своей языческой извращенной вере. Более того, фараон, обвинив Мусу в колдовстве, приказал даже собрать всех магов Египта, чтобы устроить между ними и пророком Мусой состязание. Были призваны самые искусные колдуны и маги. Пророк Муса избрал для проведения состязания день праздника, ибо он хотел, чтобы знамения эти увидели все жители Египта. Колдуны и маги фараона были готовы явить всем свое мастерство и колдовство. Они бросили вперед свои жезлые веревки, которые вдруг стали словно бы бежать в сторону пророка Мусы. Это явление так описывается в Коране. И почувствовал Муса в душе страх от этого, и сказали мы, не бойся, истинно ты будешь выше их. Брось то, что в правой руке, оно проглотит то, что бросили они, ибо то, что они сделали, лишь уловки чародеев, но чародеи не обретут спасения, куда бы ни пришли они. После этого пророк Муса тоже бросил свой посох, и произошло то, что ввергло в страх всех находившихся там магов и колдунов. Они старались колдовством своим показать, как движутся их жезлые веревки, но посох Мусы поглотил все их посохи. Чудеса, явленные пророком Мусой, обратили к вере даже колдунов и магов, но фараон был столько ослеплен гордыней, что преградил убить этих людей, искренне признавших могущество Господа. Фараон сказал, неужели вы уверовали раньше, чем я дал вам разрешение? Конечно, он ваш старший, научивший вас колдовству. Тогда я отрублю вам руки и ноги и повешу вас на ветвях пальм. Тогда узнаете вы, чье наказание из нас сильнее и дольше. Ответ, который дали колдуны фараону, показал их искреннюю веру в Господа и их мужество. Они сказали, мы никогда не предпочтем тебя ясным знаменем, пришедшим к нам, и тому, кто сотворил нас. Решай то, что ты можешь решить. Ты можешь решать только в этой ближней жизни. Истинно, мы уверовали в нашего Господа, чтобы простил Он нам наши грехи и колдовство, к которым ты принудил нас против Него. Аллах ведь лучшее благо для нас, и вечен Он. Победа, одержанная пророком Мусой над чародеями и колдунами, и верах, к которой они обратились после этого, ясно показывали искаженность системы правления фараона. После этого события фараон уже не смог сказать что-либо против Мусы, но продолжал отрицать существование Всевышнего Господа и посланническую миссию пророка Мусы, только лишь из гордыни и упрямства. Время бедствий Всевышний Аллах в назидание непокорному и жестокому фараону стал насылать на Египет и его безбожный народ многие беды. Первым знаменем божественной кары была страшная засуха, начавшаяся в стране, где дожди являлись основой жизни. Засуха, продолжавшаяся на протяжении нескольких лет, привела к тяжелым неурожаям, которые вызвали голод в стране. Бедствие охватили весь Египет, но фараон и его окружение, даже несмотря на явные знамения от Господа, продолжали упорствовать в отрицании существования Всевышнего Творца. Но засуха и голод были не единственными предупреждениями от Всевышнего. После нескольких лет засухи на страну обрушивались невиданные доселе ливневые дожди и, как следствие, потопления всех плодородных земель. Согласно Корану, за засухой и потопом на посевах стали стремительно размножаться полчища саранчи и хлебные вши, которые пожрали все новые посевы. Полчища насекомых покрыли небо над страной, словно черной тучей. Во всех поселениях Египта размножились жабы. Они были повсюду, в домах, на дорогах. Негде было скрыться от них. А в водах Нила вдруг стал развиваться неизвестный доселе вид ядовитого фитопланктона, так что вода окрасилась в цвет крови, а жители страны лишились источника питьевой воды. Фараон и его окружение предприняли попытку заключить сделку с пророком Мусой, дабы ввести его в заблуждение и не показать народу своей беспомощности перед лицом бедствий. Когда обрушилось на них это унизительное наказание, они сказали, «О, Муса, молись за нас, Твоему Господу, во имя обета, который Он дал тебе. Если Ты удалишь от нас это унизительное наказание, истинно мы уверуем в Тебя и отправим с Тобой сынов Исраила». А когда мы удалили от них унизительное наказание в срок, определенный нами, они опять нарушили свой обет. Сведения, не спосланные нам в Коране, удивительным образом были доказаны в ходе археологических раскопок. В начале XIX века в Египте были обнаружены древние свитки, так называемые папирусы и пуверы, в которых также описывались ужасающие бедствия, обрушившиеся на страну. Бедствия окутали всю страну, река стала кровью, все земли были голыми, словно засеянные поля. Места поселений за несколько минут сравнялись с землей, девять дней никто не выходил из дворца, никто не мог увидеть лика фараона. Несмотря на все постигшие страну бедствия, фараон не признал могущества Аллаха. Тогда Всевышний Господь повелел пророку Мусе покинуть Египет и вывести с собой народ Израиля. Пророк Муса и повиновавшиеся ему сына Израиля, как и повелел Аллах, в полночь тайно вышли из Египта и отправились в путь. Фараон, узнавший об этом, был охвачен яростью, ведь он считал себя Богом для всего народа Израилева. Однако с исходом этого народа фараон и Египет теряли всю рабочую силу. Фараон не мог смириться с этим исходом и со всем войском пустился в погоню. Он настиг народ Израилев уже у морского побережья. Некоторые из сынов Израилевых, увидев войско фараона, были охвачены страхом. Они стали упрекать пророка Мусу за то, что он принудил их к бегству, и теперь гибели их неминуемо, ведь не было и малейшей возможности укрыться. Но пророк Муса явил народу пример истинной покорности и веры в помощь Всевышнего. Нет, не бойтесь, истинно, ведь со мной мой Господь, Он укажет мне прямой путь. Вслед за этими словами пророка Мусы Всевышний Аллах явил ему свою помощь. Аллах внушил ему чудесное знамение и повелел Мусе ударить посохом по водам моря. И весь народ Израилев стал свидетелем великого чуда от Господа. Волны вздыбились и стали словно две стены, открыв людям путь по дну моря. Фараон и его войско, ослепленные ненавистью, бросились вдогонку за народом Израиля по дну морскому. Но как только последний человек из народа Израилева перешел морской ложе и вступил на землю, две вздыбленные морские стены вдруг стали смыкаться над преследователями. Фараон, понимая, что настал его смертный час, взмолился ко Всевышнему и стал каяться, говоря, что теперь он уже точно уверовал в Аллаха. Но раскаяние было слишком поздним. Всевышний не принял мольбы фараона. Он и его войско не избежали смерти. Воды моря поглотили их всех. Мы перевели народ Израиля через море. Фараон и его войско со злобой и коварством погнались за ними. Когда же на фараона обрушились воды потопа, он воскликнул. Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израила. И я исчезла тех, кто предался Богу. Аллах сказал. Теперь ты уверовал, но раньше ты не повиновался нам. И был нечестивцем. Сегодня же мы спасем лишь твое тело. Будем показывать его всем, чтобы ты был знамением и назиданием для последующих поколений. Воистину, большая часть людей пренебрегает нашими знамениями. Ученые долгие годы проводили исследования и эксперименты, пытаясь найти объяснение явлению, описанному в Коране и Торе. Как могло произойти такое чудо? Одно из наиболее ярких объяснений, найденное в ходе этих исследований, заключалось в следующем. По платформе Красного моря проходила линия разлома, гребень скалы. Это морское возвышение начинается в Акапском заливе, которое является продолжением Красного моря. Согласно одному из их комментариев, путь, по которому пророк Муса провел свой народ, проходил именно здесь. Однако ученые предполагают также и такой вариант. Ураганный ветер, дувший с востока, мог открыть этот гребень горы, скрытый в водах моря, и сделать путем, по которому и прошел народ. Профессор океанологии Флоридского университета Доран Нов подготовил точный макет гребня горы, сокрытый в глубине Красного моря. В проведенном эксперименте профессор Нов показал, что действительно, при воздействии сильного ветра по дну моря открывается сухой путь. Можно предположить, что переход пророка Мусы могло произойти именно так. Однако истина известна лишь Аллаху. Археологические раскопки проливают свет не только на чудесное явление в море, но и на обстоятельства гибели фараона и его войск. Археологи и океанологи на протяжении долгих лет искали останки войска фараона на дне Красного моря. Поиски привели их к поразительным заключениям. Эти кадры были сняты в Акапском заливе, соединяющем Синайский полуостров с Саудовской Аравией. Эта песчаная поверхность словно бы напоминала какой-либо холм или возвышение внутри моря. Но что было еще более примечательным, так это кое-где образовавшиеся участки водорослей и мха. Для того, чтобы мох-мох расти, он должен крепко держаться корнями за какую-либо твердую поверхность. Ведь даже если исчезнет та поверхность, за которую цепляется мох, то мох все равно будет поддерживать форму исчезнувшей поверхности. В окрестностях той местности не было ни скал, ни каменистых поверхностей, но этот мох словно бы напоминал колесницы воинов фараона. По мере углубления исследований, открытия становились все более поразительными. Найденный кусок бронзы действительно оказался колесом от воинской повозки. По всей видимости, это воинское колесо повозки осталось от войска фараона, погребенного в водах. Земли обетованные Пророк Муса со своим народом отправился в путь к земле, в которой народ Исраиля мог бы жить в покое и в мире. Однако путь этот не был легким. Многие из народа пророка проявляли слабость своей веры. Народ Исраиля, долгое время прожив среди египтян, не мог не оказаться под влиянием египетской языческой культуры. Склонность к язычеству и слабость веры народа Израилева проявилась в тот момент, когда они повстречали на своем пути племя идолопоклонников. Некоторые из народа пророка Мусы в невежестве своем стали тосковать о жизни в Египте и просить пророка сделать им какого-нибудь идола. Перевели мы сынов Исраиля через море. Они встретили племя, которое склонялось перед идолами, и сказали они, «О, Муса, у них есть Бог, сделай и ты нам Бога такого, как у них!» Он сказал, «Поистине вы невежественный народ. То, чего они придерживаются, сокрушено будет, и то, что они делают, тщетно. Уже ли я буду искать вам другого Бога, кроме Аллаха, когда Он превознес вас над мирами?» Пророк Муса и его народ направились в сторону горы Тур. Как гласит Коран, именно там Всевышний Аллах заключил с пророком Мусой и его народом завет. Пророку Мусе предстояло оставаться на той горе сорок дней. Пророк Мусам, спеша достигнуть горы и получить от Господа заповеди, пошел один впереди народа, оставив с ними своего брата пророка Харуна. На горе Аллах еще раз воззвал к пророку Мусе, передал ему скрижали, на которых были записаны его заповеди, и повелел народу строго следовать этим заветам. В это время мунафики, лицемеры, которые были среди народа Израилева, воспользовавшись моментом, пока пророк Муса покинул их, решили отказаться от поклонения единому Богу и сделали себе идола. Идол, которому они поклонялись, был тельцом, сделанным из золота. Пророк Муса, пребывая на горе, не знал того, что происходит среди его народа. Но Аллах сообщил ему, что лицемер по имени Самирий совратил большую часть его народа и вновь подтолкнул их к ереси и поклонению идолу. Узнав об этом, пророк Муса тотчас же вернулся к народу, который он нашел в поклонении золотому тельцу и забывшему о существовании Всевышнего Творца. Пророк Муса был разгневан невежеством и маловерием своего народа, изгнав из народа лицемера Самирий и разбив золотого тельца, которому народ стал поклоняться. И сказал он, «Изыди, отныне твоя кара в этой жизни такова. Ко мне не прикасайтесь, ты будешь все время говорить. И истинно уготовано тебе время, исполненное муками, которых тебе никогда не избегнуть. Посмотри на своего Бога, перед которым ты склонялся ниц. Мы сожжем его и затем развеем в море прахом. Наш Бог только Аллах, и нет божества, кроме Него. Он объемлет своим знанием всякую вещь». Пророк Муса повелел своему народу тотчас же раскаяться перед своим Создателем и молить Всевышнего о прощении их маловерия и слабости. Как гласит аят, Всевышний Аллах принял покаяние народа Израилева. Когда сыны Израилевы покинули Египет, Всевышний Господь обетовал народу землю, которая и должна была стать их родиной. Цель пути заключалась в том, чтобы дойти до этих земель. Однако народ пророк Мусы все время проявлял свое маловерие. Во время перехода через пустыню Всевышний Аллах, дабы не дать народу испытать голод, не спаслал им с небес божественную пищу. В Коране эта пища упоминается как манна небесная и перепела. Это было даром Всевышнего. Но через какое-то время сыны Израилевы стали проявлять свое недовольство этой милостью Господа и стали жаловаться пророку. И вот вы сказали, «О, Муса, мы не будем терпеть одной только пищи. Помолись своему Господу. Пусть Он изведет нам то, что растит земля, бобов и кабачков, чеснока, чечевицы и лука». Тогда Муса сказал, «Неужели вы хотите заменить благое для вас такими пустыми вещами? Тогда спускайтесь в Египет, ибо там есть то, что вы. Просите». Невежество и неверие народа Израилева в божественную милость продолжалось даже тогда, когда они достигли земель обетованных. Когда народ Израилев дошел до земли обетованной, пророк Муса повелел им войти в эти земли, не оглядываясь. Но народ стал говорить, что они не могут войти в эти земли, потому что там есть чужие. Они сказали, «О, Муса, мы никогда не войдем туда, пока они там остаются. Ступай же ты и твой Господь и сражайтесь вдвоем, а мы будем здесь». Такое безверие народа было тяжким испытанием для пророка Мусы мира ему. И он стал молить Всевышнего Господа, чтобы он позволил ему и его брату, пророку Харуну, уйти от этого непокорного и безбожного народа, избавив его от этого тяжкого удела. «Муса, Господь мой, истинно я властен только над собой и моим братом, так отдели ты нас от этого распутного народа». Аллах сказал, «Теперь она запретна им на сорок лет. Они будут скитаться по земле в растерянности. Ты же не скорби о распутном народе». В наказание за недовольство и небрежение, которое народ Израилев проявлял по отношению к повелениям Всевышнего Господа и пророку Мусе, обетованная Господом земля стала запретной для них, и они не смогли войти в нее. Пророк Муса на протяжении всей своей земной жизни боролся за то, чтобы поведать своему народу и народу Египта знание об истинной вере, неспосланной Всевышним Господом, и спасти народ от языческих верований и ересей и долопоклонств. Он мужественно преодолел все испытания, возникавшие на его пути. Он призывал людей к вере, рискуя своей жизнью. Он всей душой и сердцем предал себя служению Всевышнему Господу. Пророк Муса, мир ему, всю свою мирскую жизнь старался донести до людей послание от Господа. Он избавил свой народ от бессмысленного поклонения идолам и сделал все, дабы донести до них знание об истинной вере и смысле сотворения человека на земле. Целью его жизни было призвать людей к вере и упредить их о близости смерти и дня ответа перед Всевышним Господом. Для этого он боролся с безбожным и жестоким фараоном, старался устранить невежество своего народа, а в ответ видел лишь унижение и преследование как со стороны фараона и его окружения, так и недовольство спасенного им народа. Но пророк Муса был избраннейшим из рабов Аллаха, и Всевышний Господь избавил его от всех тягот, спас его от преследования фараона и недовольства и маловерия его народа. Те же невежественные и лицемерные люди, кто не последовал своему пророку и отвернулся от веры, которую Господь избрал и не спаслал для них, сказав пророку, «Ступай же ты и твой Господь и сражайтесь вдвоем», должны стать назиданием для всех людей. Аллах так предупреждает людей, чтобы не уподоблялись они тем из народа Израилева, которые отвернулись от увещевания своего Господа и пророка его. «О вы, которые уверовали, не будьте подобны тем, которые оскорбляли и угнетали Мусу, ибо Аллах очистил его от поруганий их, и стал он достойным пред Аллахом». Субтитры создавал DimaTorzok